День с толком Смотрите в этом выпуске. Для быстрого реагирования в Барнауле создан штаб по противодействию распространению коронавируса. Своё первое жильё четырём детям-сиротам вручили ключи от новых квартир. Ограничивают контакты. Вернувшиеся туристы закрываются на две недели, компании уходят на удалёнку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работодателям оказывается действие в обеспечении работникам условий изоляции на дому. Руководителям органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья обеспечить выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции. Пока непонятно, как на деле это распоряжение будет работать. Ведь сейчас за людьми, которые находятся на карантине, по сути, никто не следит. А тем временем в Барнауле создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне состоялось первое заседание. Глава города Вячеслав Франк сказал, что будут делать всё возможное, чтобы не допустить распространения инфекции в Барнауле. Так, дополнительные меры созданы в аэро- и железнодорожном вокзалах. Пассажиров с температурой выявляют тепловизорами, а за людьми, приехавшими из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой, устанавливают медицинское наблюдение. Также утверждены схемы оповещения при выявлении больных, перечень госпиталей и изоляторов. А между тем, в Барнауле появляются компании, которые переходят на удаленную работу. Удобно ли это? Сотрудники рассказали сами. Обычно утро брендинговой компании «Два слова» начинается в этом здании, в центре Барнаула. Но уже три дня сюда приходит лишь часть коллектива. К сожалению, всех на удаленку, по словам сотрудников, перевести не получилось. Сейчас это выглядит вот так. Обычно у нас 15 человек. Сегодня нас здесь четверо, вот так выглядит наш офис, в отсутствие сотрудников. И, в общем-то, мы здесь довольно спокойно, в небольшом количестве, продолжаем работать. Руководитель компании считает, что своего рода самоизоляция сотрудников поможет снизить нагрузку на нашу систему здравоохранения в случае реальной эпидемии. Ведь живых контактов у них теперь минимум, разве что с членами семьи. Дом работает вполне неплохо. Вот мое рабочее место такое. Мы все время на видеосвязи с ребятами, в чатах. И в целом пока все воспринимается довольно неплохо. Конечно, дома есть неудобства. Например, у меня дома маленький ребенок, и периодически приходится отвлекаться. Но в целом пока все хорошо. Не поменялся в компании график работы с 10 утра до 7 вечера. Многие сотрудники отметили, что плюсы и в данном случае есть. Можно встать попозже, ведь собираться и ехать никуда не нужно. С клиентами мы продолжаем общаться в том же самом режиме. Ни в коем случае ничего не теряется. Перешли в онлайн режим. Если были назначены какие-то встречи и презентации, мы опять же проводим их по скайпу. Или другими мессенджерами также. Но командировки пришлось все-таки отменить. Девушки компании даже проводят эксперименты. Пробуют переодеваться во время общения с коллегами в рабочую одежду. А еще размышляют, как получить необходимую дозу витамина Д. Ведь солнце светит исключительно на улице. В целом мне абсолютно комфортно. Никаких проблем я не испытываю. Но все равно надеюсь, что это скоро закончится. В том числе благодаря нашим усилиям. И мы все-таки вернемся в офис и будем работать как раньше. На самом деле руководитель компании пока определил, что на удаленке сотрудники будут работать две недели. Но если ситуация в городе будет благополучной, в другом случае ребята останутся дома на более длительный период. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. А тем временем сотрудники Алтайской таможни изъяли порядка 5000 медицинских масок у граждан Монголии. Они пытались вывезти из России почти 12 килограммов масок в своем багаже. Напомним, в начале марта правительство временно запретило вывоз медицинских масок из страны. Ограничения действуют до 1 июня этого года. Таким образом, в стране хотят предотвратить искусственный дефицит масок. Ведь уже во многих аптеках их невозможно купить. К тому же товар заметно подорожал. В некоторых барнольдских магазинах упаковка масок, в которой 50 штук, стоит более 2000 рублей. При этом ученые уже неоднократно говорили о том, что маска не является панацеей от коронавируса. Персонал рубцовского противотуберкулезного диспансера отказывается переезжать в другое, предложенное Краевым Минздравом здание. По мнению сотрудников, это противоречит всем санитарным нормам. При этом, по словам Надежды Дрюпиной, никакого ремонта и никакой дезинфекции в здании стационара никто проводить не планировал. На собрании коллектива было принято решение, что персонал подпишет приказ о переезде только в том случае, если Роспотребнадзор и охрана труда подтвердит возможность работать в стационаре. В ином случае коллектив готов уволиться практически всем составом, утверждает Надежда Дрюпина. Кстати, на сессии городского совета было принято еще одно решение обратиться к губернатору о выделении средств на строительство нового здания диспансера. К другим темам. Комитет по ЖКХ Барнаула прокомментировал ситуацию с проблемным домом на Петра Сухова, 58. Напомню, жители дома обратились в редакцию телеканала за помощью, поскольку капремонт в их доме не проводили больше полувека. За это время прохудилась крыша, а коммуникации пришли в негодность. В 2013 году суд предписал провести капремонт за счет городского бюджета. Но Барнаульский комитет по ЖКХ не сделал этого до сих пор. В письменном ответе специалисты комитета пояснили, что регулярно получают штрафы за просрочку судебного предписания, но ремонт проведут только в 2021 году. Учитывая наличие большого количества исполнительных производств, а возложение на органы местного самоуправления обязанности по проведению капитального ремонта, его выполнение в срок, установленное решением суда в условиях недостаточности финансирования, не представляется возможным. В ответе также сказано, что капремонт в многоквартирных домах должников выполняется за счет собственников в рамках краевой программы капремонта на 2014-2043 годы. И по программе в перечине работ на Петра Сухова 58 включены ремонт фундамента, инженерных коммуникаций, фасада, подвала и крыши. Все это нужно сделать до 2043 года. Однако, как нам пояснил юрист, если по суду исполнителям ремонта назначена мэрия, жители имеют полное право не оплачивать капремонт, а его выполнить должны в установленные судом сроки. Около миллиарда рублей направят в этом году на приобретение жилья детям-сиротам. Сегодня ключи от первых квартир вручили четырем жителям краевой столицы. Поздравляла их и моя коллега Мария Микшута. Детский дом, съемное жилье для Яны Поповой в прошлом. Восемь лет она ждала ключи от собственной квартиры. Верила, что это произойдет скоро, но рассчитывала только на себя. Закончила колледж Алтайский государственный по специальности менеджер. Потом работала в ресторане, потом работала продавцом у подруги. Сейчас тоже работаю продавцом. Снимаю на Павловском комнату. Офицари и Анжелищного управления хотели бы вам вручить сегодня ключи от устроенной однокомнатной квартиры. От волнения ключ в замок попадает не сразу. И волнуется сегодня не только Яна, но еще одна хозяйка квартиры. Привыкнет, отшутилась Яна. Сама она освоилась быстрее. Рассказала, что сначала сделает ремонт, потом купит мебель. Здесь поставлю стол, стулья. Либо сюда холодильник, либо, наверное, вот сюда поставлю. Но, скорее всего, здесь не будет. Там раковина. Кухонный гарнитур. Думаю, небольшой. Пару шкафов. Приятные хлопоты переезда ждут не только Яну. Сегодня ключи от квартир в этом доме получили еще трое владельцев. Среди них семья Переверзевых. До этого у них тоже не было собственного угла. В 18 лет переехала сюда. Поступила на художника. Потом вышла замуж, отучилась, вышла замуж. Родила дочу. Сейчас ей уже тоже 5 лет. Уже сын 2 годика. Полтора годика. Вот так что. Теперь хоть у детей уголок свой будет. Конечно, ждала так долго. Эмоции зашкаливают. Дом в благоустроенном районе, поясняют в региональном жилуправлении. Есть вся инфраструктура. А детей новоселов уже ждут в детском саду и школе по соседству. Предоставление жилья детям-сиротам является одной из основных социальных задач правительства Алтайского окраина. На эти цели в 2020 году предусмотрено порядка 512 миллионов за счет средств федеральных и игрового бюджета. На следующей неделе ключи от квартир вручат детям-сиротам в Бийске. Они получат 30 однокомнатных квартир с чистовой отделкой, сантехникой и плитой. Добавим, что своего жилья в крае ждет около 7 тысяч детей-сирот. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком. Спортивные мероприятия отменены, но спортом люди заниматься не перестали. А к пропаганде подвижного образа жизни подключаются власти. Друзья, кому помогает здоровье, нагрузить голову, надо нагрузить немножко и тело. У себя в инстаграм губернатор показал часть вечерней тренировки в спортзале. Так, внимание, он представил гиперэкстензию. Упражнение для спинных и ягодичных мышц с дополнительной нагрузкой и блином в 20 килограммов. Виктор Петрович сделал подход по 12 раз, после чего подытожил тренировку фразой «Тяжело в учении, легко на работе». А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи.